Следующая ситуация это когда он сам не может поднять решение, что с этим делать. И исключение это всегда часть публичного API вашей библиотеки, вашего слоя. Это не какая-то внутренняя штука. Поэтому у нас есть, например, есть domain model. И если domain model не знает, как с чем-то справиться, выбрасывают исключения различных типов. Ну там, зависит от бизнес-логики. Эти исключения перекладываются. Я могу показать. Сейчас покажу. Там правда только слой. Вот. Мы сохраняем. Это самый простой кейс и самый простой вариант исключений. Например, у нас вот прошла валидация какая-то. И мы пробуем в край сохранить банк. И когда мы его сохраняем, у нас может вылететь not unique, wrong ID, not suitable ID. Может, если мы делаем бухгалтерию, вылететь какие-то там 90 лет, где там не сошелся. И мы перебрасываем эти исключения уже как исключения от слоя сервиса. И они уже перехватываются сверху. И если exception был тут не перехвачен и пролетел насквозь с самого нижнего слоя вверх, мы пользователю возвращаем какая-то неизвестная ошибка сервера. И логируем и уведомляем разработчиков про то, что где-то мне обработали нормальное исключение. Вот. Ну, такой классический подход, как, в принципе, везде. То есть, никакой такой магии. Я правильно понимаю, вы стараетесь микросервисы не использовать больше все-таки монолитные? Мы стартуем по умолчанию обычно с монолитма. А если это проект, который уже там живет, он часто имеет кучу сервисов в себе, которые, например, в какой-то момент у нас есть там система B2B, там детевские порталы, там много каких-то других. И нам нужен модуль логистики, который общий, еще со своим конфигурированием, вообще обслуживается отдельной командой. Мы пишем этот модуль, это отдельный сервис, модуль логистики, с которым происходит интеграция. Вот. Но это тоже не микросервисы, это скорее сервисы. Ну, по умолчанию, если мы стартуем выжираем, это всегда, ну, в 90% случаев оно. То есть, приходилось ли вам в таких случаях, если вы, допустим, выносите все-таки микросервис или базу, с вашей рекомендацией, допустим, это вот типичная ситуация, да, то, что мы с вами, то, что вы сказали 90% случаев, стартуем с монолитом. Да. Рано или поздно доходим до того момента, когда, допустим, нужно или масштабироваться, или команды нужно делить на части и так далее. То есть, монолит нужно делить на части. И здесь вот самый интересный момент, как быть, если, допустим, она плохо делится. То есть, это типичная ситуация, когда какая-то одна таблица, она нужна каждому из сервисов. То есть, ваши рекомендации на это? Идеальный случай, когда мы можем типа ее вынести, и другой сервис будет там предоставлять информацию про те сущности. То есть, не всегда так работает, и могут быть различные варианты, вплоть до того, что какие-то... Ну, то есть, главное просто сместить ответственность сначала в один сервис, он занимается только одним кусочком. Может, даже поначалу у вас они будут в одну базу лезть, потом вы их разделите, вы можете сначала начнете просто синхронизировать часть в другую базу. То есть, это делается всегда поэтапно, и очень круто, я вот настоятельно рекомендую эту статью про медиум. Вот у них как раз такая ситуация, как они постепенно, то есть, они три варианта деления базы предлагают, и говорят, как плавно переехать на... ну, вычленить, как идеальный случай, и как в жизни бывает. А нет, в сервисе очень рекомендуешь. Приходилось ли вам использовать вариант саги? Саги на бикенде? Нет, нет, какие-то... Еще вопросы? Да. Я понимаю, что времени мало, но как ваша архитектура работает с security? Я говорю сейчас не просто там про injection, давайте возьмем там АВАЗ-десяточку, и, допустим, как ваша архитектура... Если в случае с framework, да, то я просто ему доверяю, допустим, да, и я думаю... Ну, это тоже мой выбор, я согласен. Вам нужно это писать самим все, как это все происходит. Я скажу, что большинство проблем с security, там, типа CSRF, CSS, все остальное, оно решается на уровне веб-фреймерка. И тут точно так же решается, да. Но есть вещи, которые... Например, валидация данных, она должна быть гарантированно описана. У нас это конвеншеном решается. Следующий момент. Например, все остальные проблемы, они не решаются фреймером. К примеру, я вам недавно показывал такой exploit, вы берете... Например, у вас есть возможность залить фотографии в виде zip-архива. Они заливаются, вы используете какой-то модуль decompress, распаковываете, а потом static эти фотографии раздаете. И у вас автоматически тут уязвимость, потому что вам могут прислать zip-архив, в котором сим-линка, и декомпресс нормально распаковывает, а модуль, который обслуживает сайт, без проблем пойдет в сим-линке, и можно вытянуть, например, конфиг с парольными базой данных. И это вот прейморк вам никак не решит. И много вот таких вещей он никак не решает. Да, есть там у вас VPN, окей, но даже, не знаю, там, хеширование паролей... Ну, не знаю, я не знаю, какие такие проблемы не решаются, там, на уровне фреймворка общего текущего, которые решают другие фреймворки, связанные с security. По-моему, основную часть всех security проблем решают все фреймворки, и точно так же тут они, все эти проблемы решены. Окей, там, не знаю, куки ставить, HTTP-only, да, там, и security-pluggy. CSRF, есть у нас куки или там basic house, хетеры связанные, не знаю, все это ставится экспрессом, middle-lar, у нас там такой блок инициализация middle-lar. Ну и XSS, наверное, там, да, и кардиризация? XSS это, в первую очередь, ответственность фронтовой части, типа, решать проблемы с XSS-ом. Потому что, ну, у нас REST API, либо API, мы возвращаем данные, а фронт уже решает, как ему эти данные отображать. И тогда уже там вступает в силу там React, который, ну, или какой-нибудь санитайзер, если у нас визовик, то мы все равно санитайзером на клиенте обрабатываем и уже защищаемся от XSS. Спасибо уже за доклад. Хотел бы узнать, использовали ли вы в своих проектах ранее на XSS? Есть несколько проектов, где у нас такой, даже такой event sourcing небольшой, да, то есть идея проекта была следующая. Это некое мобильное приложение, которое работает в оффлайне, нам нужно было переиспользовать ту же бизнес-логику на клиенте и на бэкэнде. И мы прямо вот редакторские редюсеры, у нас работают на бэкэнде для процессинга ивентов, точно так же, как в браузере, и просто синхронизируется этот стейт. И получается, что у нас с клиента всегда идет на элемент-поинт поток ивентов, и потом мы реализируем, ну, мы в юге строим агрегацию какую-то уже, с которой происходит инициализация, когда юзер там не денется. И вот, ну, такое было, но это исключение обычно. Потому что это сложнее с точки зрения поддержки, ну, на данный момент смысл. Еще вопрос по обработке ошибок и логирования их. Вы их ловите в сервисах, да, как вы говорили? Мы их, получается, ловим в сервисах, те, которые мы предполагаем может выбросить в домейн-модуль. Если вылетает что-то не из этих трех, оно пролетает выше, и вылетает другая ошибка отсюда, которая не является эксепшеном с классом, там, ну, не дженерик даже, а конкретный, ну, окей. Который не относится к сервисам, скажем так. Ну, да, но это может быть, там, то есть тут мы смотрим на конкретные эксепшены, да, вот конкретные. Если, как вы видите, с этого же слоя, там, какой-то эксепшен, которыми не предполагаешься, нужно улетать, он пролетит, и в контроллерах мы увидим, что, окей, эксепшен не относится к слою сервиса, относится к домейн-модуль, но мы зарепортим, что этого не должно быть, и если это будет любая другая ошибка, мы тоже зарепортим разработчикам. А почему вы TypeScript не используете? У меня в канале, в JavaScript, там, отличный большой пост про наш опыт TypeScript и... Неудачный, да? Не то, что неудачный, то есть где-то он нужен, где-то не нужен, он не дает тому велью, который мы бы хотели получить. Спасибо. Спасибо.